Столичный парк культуры и отдыха отремонтируют. Подведены итоги конкурса проектов по реконструкции излюбленного местом жителей и гостей Якутска. Победила команда почетного архитектора России Николая Алексеева. Она предлагает преобразить парк в стиле хай-тек с элементами на советскую символику. Сарглана Захарова продолжит. Современные решения в дизайне из экологически чистых материалов. Такова задумка разработчиков проекта по реконструкции парка культуры и отдыха. Модный сегодня стиль хай-тек должен заиграть в новом, не совсем привычном для людей, понятии. Будет выполнен стиль минимализма с применением хай-тека. Но хай-тека не привычным нам с применением стекла, хромированных изделий, металла, а исключительно из материалов природного происхождения. То есть это дерево, это натуральный камень. Чтобы это было не только визуально, но и чтобы физически было приятно все воспринималось. Главной задачей максимально задействовать территорию парка и провести удобное зонирование. Так разработчики предлагают сконцентрировать аттракционы в центре, разделив их на возрастные категории. Кроме того, выделены зоны для отдыха, проведения культурных мероприятий и для занятий различными видами спорта. Также свое предназначение найдет и заброшенное недостроенное здание, которое сегодня служит площадкой для игры в лазер-атак. Но тем не менее, никак не красит популярное место отдыха. Там будут кафе, рестораны, можно даже сделать круглогодичного пользования. И он, так как он находится в глубине, он будет каким-то неким магнитом, который будет диктовать ненавязчиво посетителям некий маршрут. То есть, проходя через все аттракционы, аттракционы будут как раз к нему везти. По проекту изменений подвергнется не только сама территория парка, но и расположение главного входа и, как следствие, зонирование Комсомольской площади. Большое внимание уделили проблемному вопросу парковки. Перенесли главный вход парка в центральную часть и оттуда мы уже направили именно маршруты для посетителей. Мы сделали большую парковку со стороны Лермонтова до улицы Пушкина и с Кирова, именно по осям. Большую парковку, чтобы все было организовано. Стоит отметить, что и приверженцам консервативных взглядов на облик парка архитекторы попытались угодить. Большие изменения не произойдут на главной аллее. Из нового на ней появятся стилизованные скамьи и элементы советской эпохи в дизайне. Таким образом, проектировщики планируют преобразить парк в современное и в то же время подходящее для всех возрастов место отдыха. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.